Дорогая церковь, дорогие друзья, я впечатлён последние дни то, что наша церковь, то, что друзья церкви делают и помогают. Через ту ситуацию, что сейчас на Украине идёт война, то многие беженцы с Украины идут в Европу и в Германию. Германия принимает в последние дни примерно по 50 тысяч человек. Это огромная сумма. И государство делает то, что может делать, принимает людей, размещает. Многие церкви открыли свои двери, многие христиане открыли свои двери и принимают сегодня к себе домой, помогают. Я очень впечатлён тем, что церковь сегодня живая и помогает. Библия говорит Галатам 6.10. Павел призывает верующих вот к какому действию. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверить. То есть, то, к чему Павел призывает, делать добро. Добро можно делать в разных ситуациях. Сегодня мы собираем как раз пакеты с продуктами. И я очень рад, что многие из вас откликнулись, закупались, собирали пакеты. Кроме этого, мы собирали спальное бельё, одеялы, подушки, полотенца, чтобы предоставлять людям, которые сюда приедут. Потому что большинство людей приезжают с чемоданами и, конечно, нет возможности везти с собой спальное бельё. Многие из вас жертвовали, те, кто не смог это сделать, просто жертвовали на продукты, на дорогу, чтобы везти, забирать людей. Просто ещё раз я хочу сказать огромное-огромное спасибо тем, кто участвует. Спасибо, продолжайте делать добро. Я уверен, что это добро Бог видит и воздаст во сто крат. Иисус сам использует интересную иллюстрацию, когда говорит о том, что Он будет судить этот мир. И Он разделит этот мир на всех людей на две категории. Это записано в 25 главе от Матфея. И одни пойдут по правую сторону, и это будут благословенные, другие пойдут по левую сторону. Это будут проклятые люди, которые пойдут в вечную погибель. И вопрос здесь не в богословии, что кто-то неправильное богословие понимал. Вопрос в практической жизни. И Он приводит пример. Сам Иисус и говорит к людям, которые как бы делали добро, но даже не замечали. Добро они делали очень простое. Кормили людей, одевали нагих, то есть у кого не было одежды, посещали больных. То есть обыкновенные вещи. И Иисус им однажды скажет, и царь скажет им в ответ. Истинно говорю вам, так, как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Они были удивлены, потому что они не рассчитывали, что они это делают напрямую Иисусу. Но Иисус так воспринимал. Именно так воспринимал, и именно так оценил эту помощь. Поэтому, друзья дорогие, когда вы делаете добро от сердца, вы должны понимать, что, возможно, вы делаете это Иисусу Христу, самому Богу. Это так, как сам Иисус говорит. А другим людям скажет, тогда скажет им в ответ. Истинно говорю вам, так, как вы не сделали это одному из всех меньших, то не сделали мне. И пойдут сие в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Возможно, эти люди имели всегда отговорку, что мы не можем этого сделать. У нас нет времени, у нас нет денег. Это их проблема, что они попали в такую ситуацию. Мы-то при чем? То есть, человек, когда не хочет помогать, у него тысячи причин для того, чтобы не помочь. Родные, никто вас не напрягает. Человек может это добровольно сделать. И так Иисус сказал, вы не сделали, у вас был шанс. Я хочу сказать, что это место не говорит о том, что человек может спастись через хорошие дела. Спасаемся мы только по вере в Иисуса Христа. То есть, спасение от грехов можно получить только по вере в Иисуса Христа, когда мы просим прощения. Все же, если мы приобрели это спасение, и если ты сын или дочь Божья, то ты не можешь молчать, ты не можешь бездействовать. Поэтому Павел еще раз приглашает именно к этому действию. Именно к этому действию он еще раз спрашивает. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверить. Еще раз огромное спасибо тем, кто уже делает добро. Спасибо, продолжайте делать добро. В свое время сам Иисус вознаградит. Будьте благословены. Аминь.